Передача учреждения и вышеуказанного имущества необходима для объединения в последующем МАУ-УСК «Альбатрос» и МАУ-спортивная школа по водным видам спорта. На содержание передаваемого имущественного комплекса потребуется финансирование за счет средств районного бюджета, которые будут включены в проект районного бюджета Балаковского муниципального района в 2021 году в размере 10,8 миллиона рублей. В спортивной школе «Альбатрос» за той, как бы, кадры идут. То есть здесь, может, сейчас по поручению, здесь получается у нас структура будет меняться полностью. То есть, скажем, скомпонуем некоторые функции, которые одного человека используют. Значит, качество услуг за два месяца, то есть оно повысилось. Объясню почему. То есть до этого инструктора, которые предоставляют платные услуги, предоставляют, они как-то, ну, отлучены. А с данным моментом услуги все предоставляют наши тренера. То есть это квалифицированные, очень серьезные, достаточно люди. И, соответственно, у нас сейчас, наверное, процентов на 20 уже увеличились, это платные услуги. Ну и, соответственно, эти материальные базы для спортшколы. То есть, коллег, здесь нужно понимать, что у каждого должно быть свое рабочее место. На данный момент в спортшколе есть три здания, то есть, а в основном эти водные виды спорта, они все бассейнят «Альбатрос». То есть, ну, как бы, у тренировок, так сказать, должен быть свой дом. Что касается, значит, был задан вопрос по ветеранам, то есть по муниципальным заданиям. Муниципальное задание также полностью будет оказываться. Никаких сокращений здесь не будет в полном объеме. И второй момент, вот не услышал тоже в вашем докладе, все-таки объект достаточно серьезный, достаточно долго его принадлежал и городу Балакову. И мы сейчас, по сути, передаем, наверное, не только само недвижимость, само имущество, но еще и права определенные, да, права на представление занятий спортом граждан, таких как, например, ветераны труда. То есть, мы, там, ежегодно, ну, по имеющейся мне информации, там, порядка, там, 10 миллионов мы из городского бюджета уходим на содержание этого объекта. В этом году, по-моему, даже до 12 доходит. Вот передача этого имущества, она передается у нас с финансированием из городского бюджета, или же эта нагрузка будет на районный бюджет? Это задача именно эффективности работы, структуры, которая выполняет одну и ту же задачу. Спорт, высшие достижения и, конечно же, коммерческая составляющая, заполнение полностью, эффективное заполнение всех дорог. То, о чем сейчас сказал Алексей Юрьевич, это соответствует действительности. Тренера, так сказать, приобрели свой дом на данный момент, он четко понимает свое время и четкое место для спортивных достижений. И, конечно же, он четко понимает, сколько времени есть для оказания услуг ветеранам и тем жителям, которые готовы оплачивать платные услуги. Второй, не менее важный вопрос, который мы обсуждали и на городском уровне, с передачей Альбатроса, с учетом вашей поддержки, передачей Альбатроса в ведение районного собрания. Мы на данный момент уже на себя запрогнозируем, с учетом одобрения, конечно же, депутатов, так называемого 10-800 в районном бюджете. А в городском бюджете, учитывая, что на данный момент исполнение идет от прошлого года в минус 60 миллионов рублей, мы не забираем средства. Во всяком случае, предлагаем их не забрать, а сохранить в городском бюджете.